Мятеж Евгения Пригожина нанёс колоссальный удар по вертикали власти Владимира Путина. И без потерь из этой ситуации Кремль не выйдет. В таком мнении едины и украинские, и зарубежные аналитики. Впервые за 23 года многие россияне задались вопросом, контролирует ли всё ещё их президент ситуацию. Уже через несколько часов после того, как явно поражённый Путин объявил, что предатели будут наказаны, обвинения против Пригожина были сняты, а его вооружённым людям, якобы сбившим транспортный самолёт и по меньшей мере два вертолёта, убившим ряд высококвалифицированных военных пилотов, были предоставлены гарантии безопасности. Это свидетельствует о том, что Путину пришлось пойти на уступки Пригожину. И это в стране, где за публикацию в социальных сетях с критикой армии можно получить тюремный срок. Саманта де Бендерн – научный сотрудник программы «Россия и Евразия Международного аналитического центра» в авторской колонке в здании «The Guardian». От Путина Пригожин якобы требовал привлечь к ответственности министра обороны Шойгу и начальника генштаба РФ Герасимова. О, возможно, отставке Шойгу российские военкоры заговорили уже спустя несколько дней после мятежа ЧВК «Вагнер» и даже озвучивали фамилию нового предполагаемого министра обороны – губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Но спустя почти три недели Шойгу так и остался на своей должности. «Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени». 9 июля британская газета Daily Mail со ссылкой на источник сообщила, начальник генштаба РФ Герасимов отстранён от своих обязанностей. Но уже на следующий день Минобороны России опубликовала видео, на котором Герасимову, как командующему объединённой группировкой войск и начальнику генерального штаба отчитывались генералы. «Начальник главного штаба Воздушно-космических сил, доложите о результатах отражения ударов противника». Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после неудавшегося бунта и отъезда из России возвращался в Москву и встречался в Кремле с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило французское издание Liberation. Позднее эту информацию подтвердили и в Кремле. Мятежник находился в Кремле, куда его вызвали вместе с его главными командирами. Он встречался с Владимиром Путиным, а также общался с генералом Виктором Золотовым, очень лояльным к президенту, командующему Росгвардией, и Сергеем Нарышкиным, начальником российской внешней разведки. Из публикации в издании Liberation. Все эти события могут свидетельствовать о том, что внутри России идёт противостояние элит, и оно может привести к разрушению авторитарной вертикали власти, которую Путин выстраивал годами. И этот процесс уже запущен, считает оппозиционер Илья Пономарёв. Режим находится в терминальной фазе. Конечно, он пытается спастись и пытается выжить, и Путин он очень талантливый тактик. Собственно, поэтому, я думаю, он не препятствовал мятежу Пригожина, рассчитывая, что это будет для него возможность затянуть гайки, поправить свой рейтинг и так далее. Но это всё-таки уколы адреналина, допинга, которые в короткое время дают какую-то встряску, а долгосрочно организм от этого ещё больше рассыпается. Структура власти в России сейчас находится в состоянии тихо-итальянской забастовки, считает Илья Пономарёв. Элиты заняли выжидающую позицию. Новый толчок к распаду путинской вертикали и российской государственности могут дать серьёзные военные поражения на фронте и активизации проукраинских легионов внутри России.